Визит президента Молдовы в России завершен, но его продолжают обсуждать и в Молдове, и в России. Сам Игорь Дадон, кстати, из-за тумана доставленный в Кишинев специальным летным отрядом, официальным перевозчиком высших должностных лиц России, его результатами доволен. Главный итог поездки – Россия разрешила транзит молдавских товаров через территорию Украины, ранее запрещенной постановлением российского правительства. Но, конечно же, были и другие важные встречи и решения и с Дмитрием Казаковым, и с Алексеем Миллером, и с Патриархом Московским и всей Аруси Кириллом. Словом, говорить есть о чем. Ну и, конечно, если у нас времени будет достаточно, обсудим старт парламентской сессии, которая открылась сегодня. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. И я представляю гостей, которые сегодня добрались до Полюса. Корнелий Чурев, политолог. Добрый вечер. Борис Шиповалов, политолог. Иван, здравствуйте. Валерий Демидетский, журналист. Добрый вечер. Знаете, когда президент вот только сообщил о том, что он вылетает в Москву, вот когда он уже приземлился, сразу некоторые смены писали. Ну, теперь понятно, почему он не баллотируется по спискам. Он хотел этого визита, он хотел поехать в Москву. Вот мне интересно, сегодня он вправе задать себе вопрос. Вот оно того стоило? Борис Андреевич. Да, конечно, стоило. Потому что то, что делает Игорь Николаевич Дадон, оно в интересах простого молдавского гражданина, простого молдавского человека, который живет здесь у нас в Республике Молдова, выращивает яблоки, сливу, персики. Который выращивает другую сельскохозяйственную продукцию, потому что основной рынок сбыта ничего не изменилось, ни с подписанием соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, еще с кем-то там. Ничего не изменилось, потому что мы столетиями, веками связаны с тем восточным рынком. Вот. И эти вопросы решаются именно для этих людей. Ну и вроде бы договорились об этом в октябре, все было хорошо, но вот возникла ситуация, которая связана с Украиной, мы понимаем, это опять нештатная ситуация, да, и Россия опять-таки в очередной раз пошла на встречу, делая какое-то исключение, опять-таки показывая всему молдавскому народу, что да, вот мы открыты для вас, мы вас принимаем, мы вас любим, торгуйте с нами, живите с нами нормально по-человечески. Я считаю, что вот это главный итог этой встречи. Ну и те встречи, которые проводил Игорь Николаевич в Москве и с Газпромом, этот вопрос актуальный, и я считаю, что если после выборов в Молдове будет, скажем так, ну правительство, ну даже слова не могу подобрать, да, вменяемое, нормальное, да, то, наверное, эти вопросы по цене на энергоресурсы будут решаться, учитывая вот такой теплый уровень взаимоотношений между руководителями двух государств. С патриархом Кириллом это давняя связь, мы знаем, что в силу определенных причин визит Кирилла был отменен у нас, а он собирался побывать и в Гагавузе, и в Бельцах, вот, и под другим вопросом шли переговоры с Козаком, он сегодня отвечает с Козаком за торгово-экономические отношения с Республикой Молдова. Для нас это на сегодняшний день главное, рабочие места, доход, благополучие людей, это основные вопросы. Спасибо. Валерий, вопрос был такой, оно того стоило вот сегодня, как он отвечает на ваш взгляд? Я считаю, что президент не участвовал в избирательной кампании из-за того, что он хотел поехать с визитом в Россию. Так. Это не так. Так. На мой взгляд, мы имеем... То есть вы не соглашаетесь с аналитиками? Нет, почему? Я соглашаюсь с том, что важен визит в Россию, но не ради того, чтобы съездить в Россию, он отказался от того, чтобы участвовать в избирательной кампании. Я думаю, что, скорее всего, здесь были другие, так сказать, резоны. И один из главных в том, что мы, несмотря на то, что спокойствие избирательной такой кампании, выборы могут закончиться по-разному. И мы видели в соседних странах, когда, так сказать, были, так сказать, неожиданные выходы из выборов, да, когда и непризнание выборов было на той же Украине, и повторное голосование, и третий тур, который назначали и так далее. Тем более у нас, когда об этом так часто говорят. Да, и у нас так часто начали об этом говорить, да, особенно правые оппозиционные силы о том, что выборы и идут сигналы из разных столиц, так сказать, из Запада идут сигналы о том, что, так сказать, они не очень доверяют нынешней власти. И вы можете себе представить, что если возникнет такая кризисная, критичная ситуация, президент занят избирательной кампанией, главы государства нет, понимаете? То есть глава государства, он должен, тем более всенародные избранные, которые у нас, несмотря на то, что его критикуют... То есть он оставил себе роль арбитра еще? Да, безусловно. Это очень... Безусловно, да. Безусловно, должен быть кто-то, кто будет выполнять роль арбитра. Правительство будет... У нас правительство занятой избирательной кампанией сейчас. Парламент не действует, да, спикер парламента тоже. Если бы у нас был Конституционный суд на стороне президента, я думаю, это была бы другая ситуация сегодня. Сегодня спросили, а почему заседает парламент, какие у него полномочия. Я вам расскажу даже какие законы. Понимаете, поэтому в этой ситуации, на мой взгляд, президент поступил абсолютно правильно. Он всенародный избранный президент, он единственный, как бы, тому к тому доверил народ свою власть, да, и против этого никак не пойдешь, да. Вот, мы знаем, как у нас было сформировано правящее большинство в парламенте, какими методами, да, которые уже, по-моему, даже те, кто это благословил когда-то, немножко корчит. Вот, поэтому тут я не вижу никаких причин. Спасибо. Господин Чуря, вы что скажете? Я все-таки считаю, что господин Дадон из электоральных побуждений отказался от участия в предвыборной гонке. Он отказался, в первую очередь, конечно же, быть первым в списке, национальным списком социалистической партии. Ведь нужно учитывать тот факт, что президент не слагает свои полномочия. Он остается президентом, так же, как и премьер, и участвует... Я прошу, Балин, извините, что вам придется сделать это замечательно. Нет, извините, как я говорю. А это при нашем конституционном суде? Да, при нашем конституционном суде. А если вспомнить угрозы Кам, то, что мы расправимся с этим президентом, что если он пойдет на выборы, мы его чуть ли там не... Ну, выловить, да? Ну все, вы меня убедили. Частично. Давайте дадим высказаться. Но, тем не менее, конечно же, мне кажется, что угроза преувеличена. Тем не менее, я считаю, что это правильное решение президента с электоральной точки зрения, с точки зрения партии, которую он все-таки поддерживает. Естественно, у него остается возможность ехать за рубеж, встречаться с лидерами, такими известными лидерами, как Владимир Владимирович Путин. Естественно, это имеет определенный электоральный положительный импакт, то есть влияние на судьбу выборов. И это, конечно, скорее всего, перевешивает то возможное участие президента Дадона в выборах. То есть я не считаю это неправильным решением, но оно, конечно, оспаривается партиями, которые хотели бы видеть президента чисто арбитром. Да, они сегодня это сказали, им ответила пресс-служба президента, уже сегодня высказали все по этому поводу. Я предлагаю вам продолжить беседу и вот о чем порассуждать. Вот смотрите, нет реакции, которые я бы хотела, например, послушать. Это реакция со стороны чиновников нашего правительства. Ну вот пусть даже не те люди, которые прям баллотируются, но вот они должны как-то обратиться, на мой взгляд, к импортерам. И сказать, уважаемые импортеры, вот теперь вот тут какая-то памятка, ну вот что-то вот как-то. И нет реакции со стороны Украины, мне бы тоже было бы интересно послушать, потому что у них тоже есть свои соображения через их территорию. Да, вот как, вот что они по этому поводу думают, но мне интересно было бы послушать. Не знаю, видели ли вы где-то, если видели эту реакцию, делитесь со мной информацией. Если нет, то давайте подумаем, о чем это говорит. Гастанчуря, вот с вас и начну в этот раз. Вы имеете в виду реакцию кого? И тех, и других. Вот две реакции на эти решения мне бы хотелось, как журналисту, услышать. А какие были реакции? В принципе, у нас реакция может быть положительной. Ну, например, уважаемые экспортеры, если вы беспошлино будете свою фуру этих самых фруктов туда экспортировать, то это экономия 600 долларов, так они посчитали. Например, ну пусть будет меньше, ну примерно, да? И что? Ну это хорошо. Ну понятно, что хорошо, но можно как-то обратиться к правительству, или это не их работа? Нет, они никогда не сделали. Нет, ну, во-первых, у нас за российское направление сейчас, при нынешних условиях, отвечает больше президент, а не правительство. Это как? Это у него в обязанностях президента, как написано, отвечать за российское направление. У нас скрытое закамуфлирование разделения обязанностей. И мы должны как-то с этим тоже так закамуфлированно соглашаться. Хотя можно открыто и спорить. Конечно же, последние положительные решения в российском направлении принадлежат президенту Додону и по мигрантам, и по экономическим отношениям, и по ряду других положений. Но для меня не интересен вот этот момент. Для меня ясно, что Додон работает на этом направлении и пытается получить плюсы на этом направлении. Вот что интересно для меня, как появилось это решение Медведева насчет невозможности экспорта через территорию Украины. А я вам скажу, 18 декабря было решение Украины, и уже в 29-го, по-моему, какой-то ответ. И ситуация непонятна, потому что, в принципе, мы теперь уже как бы можем экспортировать через Украину, и ситуация, в самом деле, получается не совсем красивая. Потому что получается, что Украина борется с Россией, Россия наказывает Украину, а тут молдаване как-то обходят это решение. А мы тоже должны бороться с Россией? Нет, мы не должны бороться, но нас тоже нужно понимать, что поставили в неудобное положение по отношению к Киеву на этот раз. Кого? Спасибо. Если бы с самого начала разрешили в Молдове, не было бы всех этих. А тут получается немножко иная ситуация. Сначала запретили, а потом разрешили. И вот приехал хороший, добрый человек, и говорит, люди добрые, но мы же в Молдовании не виноваты, что вы тут друг с другом можете разобраться. Но это хороший добрый человек, не очень любят в Киеве, но вы вынуждены отмечать, а страдаем мы. То есть, это здесь тоже есть свои... Есть вопросы у вас. Конечно. Я поняла. Пожалуйста. Что может сказать вот это антинародное правительство, которое сегодня находится у власти? Ничего оно не может сказать, потому что если бы не было сегодня предвыборной ситуации, я уверен, что и Филипп вылез бы на трибуну, и Канду там, он мастер-баснописец у нас, да, с какими-нибудь заявлениями попробовал бы выступить и против президента, и против всего. А сегодня в условиях предвыборной кампании заявить от имени правительства, типа, а мы не будем выполнять, но это надо быть последним идиотом. Ну, видимо, все-таки мозги есть какие-то, включаются, но я же и говорю, надо быть, а не все-таки нет, потому что молчат. Да, я вынуждена, да, вас попросить выражаться, мы находимся в предвыборной кампании, да. Ну, я же не про участников выборов. Я понимаю, да. Ну, я напоминаю. Решения, которые принимаются. То есть, здесь, конечно, ну, что тут скажешь? Ну, ничего не скажешь, это значит выступить в противовес тем решениям, которые приняты в пользу, опять-таки, молдавского народа. Поэтому молчит и парламент, молчит и правительство по этому вопросу, потому что что-нибудь сказать против, это сказать себе в ущерб, значит, сработать на избирателя противоположного. А этого не хочется делать. Вот они заняли вот такую вот страусиную позицию. Может быть, и хотелось бы там лягнуть ножкой или укусить, ну, вот себе во вред будет. Спасибо. Я не скажу чисто из этого. Спасибо. Господин Демидевский. Да все уже по Булгакову, помните, когда там Волан сказал, все они, в принципе, хорошие люди, но их испортил... Квартирный вопрос. Деньги испортили, там, квартирный вопрос. Нас портят выборы. Ну, правительство тоже, можно понимать, оно борется сегодня с правыми силами за право электорат, да. Ну, что вы хотите, чтобы они сейчас вышли и приветствовали это, да, ну, таких, понимаете, это одно. Ну, я просто наивно думаю, что каждый должен свою работу сделать. И второй вопрос. Я думаю, что сегодня и правительству, и правящей партии сегодня, ну, вообще, в принципе, надо, господин, надо намолиться, а не его устранять, как они каждый день об этом говорят. По той простой причине, что, вы знаете, первый такой аргумент, очень мощный, на мой взгляд, выборы прошлогодние мэра показали, что у демократической партии не все в порядке, так сказать, с избиральной потенцией, да, и если президента убирают, да, даже из решения нашего знаменитого Конституционного суда, это означает, что новые выборы президента, знаете, а что, зачем им этот изменение, зачем им эти качели, да, да, это первое. И второй момент, да, сегодня президент, это единственный человек, который сегодня, да, политик, который держит дверь, очень важную для Молдовы дверь, это, я имею в виду, и экспорт, и энергоносители, и полмиллиона, самая большая часть, даже гастробайтеров, и решение Приднестровского вопроса. То есть мы сегодня больше заинтересованы в тысячи раз в нормальном сотрудничестве с Российской Федерацией, и я, поверьте мне, и тот же Филипп заинтересован, и тот же Канду заинтересован, и тот же Плохотнюк, который управляет страной, тоже крайне заинтересован. Другой вопрос, что, понимаете, ну, калитка-то открывается для одного человека, и на этого человека надо молиться. По большому счету. Молились, в Белораме так и молились. Они использовали вот этот момент, что мы в какой-то степени зависим от России, и очень так и хитро высмеяли эту ситуацию. А нас никто не заставлял использовать эту ситуацию, чтобы перед нами эту калитку закрыли. Перед нами держали эту калитку всегда открытой. До тех пор, пока у нас не закружилась голова от европейских успехов. Надо бы так говорить. Ну да, так, 14, 16. Но вы, по-моему, раньше не были врагом европейской интеграции. Я никогда не был врагом европейской интеграции. Я враг того, что у нас называется европейская интеграция. А что у нас называется? У нас это называется, какие-то непонятные пляски, по которым мы должны выбирать или-или. Почему-то мы не можем сотрудничать. А что, выбирать Россию? Мы выбираем или-или. А вот почему, кстати? А что нам выбирать европейский союз и ругаться с Россией? Нет, мы сейчас уходим в очень много неудачную, проклятую программу восточного партнерства, в которой три страны соскочили, а три оказались там, где они оказались. Украина, Молдова и Грузия. Поясните мне, пожалуйста, почему, когда мы говорим, что Молдова находится на стыке геополитических интересов, но вот именно российское направление у нас подвергается такой критике. Вот именно по России. Это со стороны запада. Вот и со стороны наших, я имею в виду, политиков. Вот почему так происходит? Причем правые и левые даже. То есть вот есть такой момент. Левые не критикуют прозападные. Давайте сделаем так. Никто в России никогда не ставил вопрос, вы будете дружить или с нами, или с Европой. Там никогда не ставил. Не был такой вопрос. Они красиво сказали. Другой вопрос был, когда мы... Те, кто с нами хочет дружить, мы им ответим взаимностью, сказал вчера господин Соловьев. Мне кажется, такая формулировка. А как они повели себя по отношению к Украине в связи с подписанием соглашения об ассоциации? Это касалось и нас. Нет, корням, корням. Давайте, Украине, да. Так, это не было именем. Это мы сейчас не совсем украина. Украина, вот она по отношению к российской федерации. Они что, должны сидеть и вытираться? Так вот, я об этом и говорю. Мы всегда под Библией ударили по щеке. Еще до событий в Крыму и на Донбассе. Извините меня, я ни в одном российском городе не видел людей, прыгающих на площади, не кричащих, кто не скачет, я хохол. Понимаете? Им было до лампочки, что там на Украине наружу. Кто не скачет, то я хохол. Не слышали это знаменитое? Что сделали политики Украины? Что сделал господин? В России нет. Что сделал господин? Он вообще никак не проявляет. Нет, нет, я понял, я понял. Как и считали, это читает. Давайте по очереди говорится. Я прошу вас по очереди. Давайте скажу, с какой договорится. Валерий, завершайте мысль. То, что сделал господин Минукович, да, очень, я виню этого человека, потому что нельзя было ездить в Москву, а потом приезжать на Запад к Европейским Союзом и говорить, дадите мне 30 миллиардов, тогда я брошу господина Путина. А если вы не дадите, то так себе реальные политики не ведут. Он великолепно понимал, что такое Украина, он великолепно понимал все реалии. Все великолепно понимали, и мы понимаем, и все остальные понимают. С Россией после определенных 2007-2008 нельзя уже разговаривать так, как мы когда-то думали в 90-е годы. Надо делать реалии. И наши политики это великолепно понимают. Если бы не понимали, не вели бы сейчас, как ведут себя сейчас. Хитро ведут. Я всего лишь говорил о том, что, хотя открыто это не говорилось, но позиция России была, не подписывайте соглашение об ассоциации, потому что вам придет ответка. И ответка пришла Украине. Не-не-не-не. А что, и к нам тоже пришла в виде марга и так далее. Люди, в 2014 году четко и ясно Российская Федерация говорила, ребята, молдаване, нет вопросов, подписывайте, что... Нет. Ну это вы сейчас... Так это были и заявления, и Путина, и Медведева, они от нас... Корнил, речь шла о чем? Ребята, давайте сядем вместе. Вот у нас есть один вопрос. И он нас волнует. Давайте сядем, посмотрим, что будет с реэкспортом. Что наши трижды заявили? Молдова сделала выбор, и нас не интересует мнение России. А как должно быть? Но не интересует... До свидания, ребята, до свидания. Флаг вам в руки и получите то, что вы хотите. У нас-то флаг, а у вас какой флаг? Нет, ну подожди. А что надо было России наколене? Нет, мне кажется, что мы должны защищать интересы молдоване. Молдоване в ваших же интересах. Ну давайте решим этот вопрос. Вы что, представитель России, у вас российский паспорт? Сейчас в гармонии. Давайте не будем на личности переходить. Валерий, вам. У кого-то паспорт, да. Мы же не политики. Мы с вами можем конструктивную беседу по стране. Мы маленькая страна, которая попала в этот расклад геополитический. Нехороший геополитический расклад. Поймите меня правильно. Когда посол США заходит к президенту Молдовы вечером, это было много лет, до многих ассоциаций, и что-то говорит, и президент отменяет приглашение другому президенту. Это президент Воронин. Мы не обижаемся на Соединенные Штаты Америки, потому что мы их уважаем. Зашел их посол, сказал, наш президент сделал нехорошее дело, не подумав о том, что у твоей страны такие отношения с Россией, и чем это грозит. Понимаете? Но когда вдруг, не дай бог, Рашия скажет, что нам это тоже неинтересно, и мы будем против этого, мы говорим, а какое-то Россия имеет право. Ну такое же, как и те имеют право. Вот я с этим согласен. Имела право и поступила. А вы говорили, что вообще они не учили. Я имею в виду, почему руководству Армении хватило ума не подписывать соглашение по ассоциации, отстоять свои интересы, заключить соглашение с Евразийским Союзом, сегодня наладить отношения с Европейским Союзом и получать дивиденды от одних и от других. Ну, значит, они умнее, значит, они больше думают о своем будущем, о своем народе. А у нас нет, у нас подпады под какую-то зависимость. О, о-лю-лю, на Россию. А тем временем старший аналитик по вопросам Евразии, американская разведывательная аналитическая компания Stratford, я уже продолжаю вашу мысль, Юджин Чаусовский, сегодня, да, добавил нам всем интересной информации. Да, он сказал, что он не исключает, что России понадобится 60 тысяч солдат, чтобы создать сухопутный мост, который свяжет Приднестровье и Крым. Для того, чтобы сохранить оккупированные территории России, дополнительно потребуются сотни тысяч солдат. Однако это сценарий полномасштабной войны с применением всего вооружения. Ну, не исключает, тем не менее, такой версии. Что это такое вообще? Сухопутный мост, Крым, Приднестровье. Ну, серьезный аналитик, старший, секундочку, старший аналитик, понимаете, вот он такое выдает. Корнел, вы когда это услышали, о чем подумали? Я сейчас от вас услышал, но я могу только одно сказать, что Россия будет защищать этот мост любым способом. То есть будет строить мост Приднестровье и Крым. Вы бегите в это? А вы хотите сказать, что Приднестровье и Крым? Да, об этом шла речь. Мост, сухопутный мост, который свяжет Приднестровье и Крым. Я просто подумала, наверное... Я считаю, что эту информацию нужно как-то все-таки проанализировать, что это за мост. Не знаю, возможно это или нет, но раз она была озвучена в престижном аналитическом центре, то значит, что-то там есть. Я по этому поводу могу сказать следующее. Расскажите нам. Даже если вы поедете и в Россию, и в любую другую большую страну, и в Германию, и так далее, то есть вы понимаете, что там разные центры влияния, и разные политики. Америка это не только Трамп, Америка это и очень много. И Москва это не только, допустим, Министерство обороны, или ФСБ, или там, допустим, энергетические ведомства, и так далее. Как однажды со мной пошутил один московский высокопоставленный чиновник, проезжая мимо кремлевских башен, и услышав сбой курантов, еще не время кричать «Божий царя храни». Неплохо было проехать между других башен в сфере часы. Поэтому то, что сегодня сделал, так сказать, вот уважаемый этот аналитик, это ничего иное, как просто удар по возможным. Мы все сегодня знаем, что определенно есть какие-то договоренности о том, чтобы конфликт Приднестровья мирно урегулировать. Мы не знаем про это. Нет, нет. Есть разговор о том, что этот конфликт действительно на постсоветском пространстве, миром, я не говорю про Сирию, Украину. В официальном царе в Лиге не было. Да. Ну, есть понимание, значит, о том, что это наиболее на сегодня... Существуют, скорее всего, определенные переговоры, которые ведутся неофициально, и они велись всегда. Дипломаты об этом давным-давно говорят. Когда это будет год-два, может, через пять, никто не говорит. Поэтому дело носит удар. Русские хотят высадиться. Новый оверлорд. Русским нужно это. Знаешь, эта операция, во-первых, очень дорого стоит. И никто на это не пойдет. Зачем? И смысл такой. Захватить южную территорию, бескровленные Украины, где люди хотят кушать. И кормить их, да? И потом еще иметь новые скандалы. Нет, эти сценарии во время азовских событий серьезно обсуждались? Я абсолютно. Если бы это было... Это были анализы. Это обсуждались некоторыми СМИ, которые получают гранты у американцев. Это Эхо Москвы и так далее, которые говорили, что Путин будет пробивать, будет коридор. Зачем Путин даже не пробирал коридор к Крыму? Зачем ему пробирать же коридор к Приднестрову? Смысл? Только коротко. Буквально. Вы говорите всегда коротко. Почему это невозможно и почему это не нужно России? Я абсолютно согласен с Валерием, но у него есть очень... Вот прозвучал один очень важный долг. Даже с экономической точки зрения, зачем Россию взваливать на себя сегодня 20 миллионов Южной Украины, разваленной в экономическом плане полностью, все это восстанавливается, это громадные деньги. Поняла. А кому-то хотелось бы именно вот этого, втянуть Россию туда, спровоцировать какой-нибудь конфликт, и вот они... Чтобы была новая точка. Хорошо. Один момент. Ну, скажем так, тем, кто реально контролирует Соединенные власть в Соединенных Америке, именно Газдеппе и Пентагон, это не нужно. Я думаю, что если это им было бы нужно, давным-давно бы украинцы уже это что-то бы делали в Приднестровье и спровоцировали бы Россию. Тогда они этого не делают, а сегодня давайте будем говорить, что Украина – это страна в ручном управлении Вашингтона. Да, если они скажут, они там и где хотите войну начнут. Поэтому... Я очень бы хотел, чтобы господин Деменецкий был прав, но я знаю о существовании стратегических планов по высадке российских войск. Здесь в случае, если что-то произойдет. Они эти планы существуют. Нет, Путин был бы плохой президент. Если бы не было бы стратегических планов. Нет, нет, нет. Так вот о воде мне говорили. Нет, нет. Путин был бы плохой президент, и я бы его критиковал, если бы он был бы не готов ни к крымским событиям, ни к украинским событиям, ни к любым событиям. Я это имею в виду. То есть парабеллум. Хочешь мира, готовься, будь готов к войне. Слабо меня развивали. Хорошо. Тем более, как американцы. Они была нормальная реакция в условиях безопасности и так далее. Точно как по этому договору по ракетам средней и малой дальности. Это нормальная для России реакция, но не для нас. Ну а почему Россия должна делать нормально для Соединенных... Нет, ну... Зачем им делать нормально для Соединенных Штатов? Кормилл, никто никого не вставляет, можно не принимать. Очень больно бывает просто. В этой студии демократично, Кормилл, вы знаете. У России чья-то неясная политика сегодня, очень проблематичная. Хорошо. Смотрите, сейчас к нам присоединится еще один участник, потому что в России тоже очень много было аналитических комментариев. Высказывались их политологи. Был вчера материал в программе Владимира Соловьева «Москва, Кремль, Путин». Вот я дозвонила сегодня до Владимира Рудольфовича и попросила его, вот как в России... Вот, пусть он подытожит всю вот эту картину. Как в России рассматривают визит Путина? Насколько он был успешный? Давайте послушаем, что он сказал. В России как раз и считают, что визит президента прошел удачно. Я не хочу никого обидеть, но по нашим представлениям, да, все прошло удачно. Но я не видел никаких негативных комментариев на этот счет. Насколько я понимаю, все хорошо. Вопрос шон, вопросы торговли как раз развиваются. Я вам так скажу. Когда народ выбирает своих представителей, которые отражают чайные народы и настроены на добрососедские, долгосрочные, позитивные отношения к России, это всегда работают исключительно на благо народов и стран. Вот очень коротко, потому что у него было мало времени, но вот все, что успел сказать. Будете что-то комментировать в этом во всем? Ну, разве что все-таки была та международная, забыл как, пилорама, где высмеяли несколько. Это не аналитический материал? Да, это не аналитический материал. И я поэтому и вопрос так поставила. Подведите, пожалуйста, итог, вот как ваши аналитики и политологи рассматривают. И вот мы услышали этот материал. Но мы еще орган-то давайте будем сейчас обсуждать. Я хочу, чтобы вы сейчас пофантазировали о другом. Вот смотрите, как замечательно сказал Владимир Владимирович на этой встрече. Мы очень рады вас видеть и готовы к обсуждению любого вопроса, который вы считаете приоритетным для развития российско-молдавских отношений. Вот такая фраза. Как вы считаете, какие еще вопросы, о которых не сказали прессе, но они все-таки обсуждались двумя президентами? Можно? Ну, вот самый большой знак. Я волнуюсь, потому что он был в Москве в эти дни. Поэтому я волнуюсь. Да, представляешь, да. Он был в Москве и так уверенно хочет сказать, о чем они говорили. Дело в том, что, действительно, вот я общался, ну, в нескольких, скажем так, организациях, которых, ну, тут связаны с отношениями с Республикой Молдова, там людей действительно интересует, что у нас происходит. Им хотелось бы иметь, ну, не иметь, а хотелось бы, чтобы в руководстве Республики Молдова было прагматичное правительство, чтобы был парламент вот такой равноувешенный, чтобы его не перетягивало в одну сторону. Они хотят просто нормальных отношений. Некоторым там, действительно, в России очень сложно разобраться в наших тут отношениях. Президент, Конституционный суд, парламент, правительство и все остальное. Поэтому все, что вот с положительной точки зрения оно озвучивается и воспринимается, там воспринимается нормально с точки зрения, действительно, добрососедских вот отношений, нормальных человеческих отношений. И все вопросы, которые вот, они решаются. Ну, нам-то интересно, журналистам всегда, о чем же еще о них говорили? Ну, о чем еще? Конечно, о Приднестровском конфликте они говорили. Я абсолютно в этом убежу. Ну, конечно же. Ну, почему? Потому что это очень важно, это очень актуально. Это тот вопрос, который... Для нас, да. В первую очередь, для нас, да. Ну, и для Российской Федерации тоже, с учетом того, что здесь... А я думаю, что они переживут. Ну, все-таки 200 тысяч граждан здесь тоже есть моменты, поэтому они с нами нянутся. Да, ну, по большому счету, да, без нас они точно переживут. Вот. Но им хотелось бы, чтобы все развивалось в нормальных человеческих условиях. Ясно, что они говорили о Газии, ясно, что они говорили об этих ценах, ясно, что они говорили по экономическим вопросам, по миграционным вопросам, наверное, что-то проговаривали. Я уверен, что есть какие-то обсуждения, заготовки на будущее, в первую очередь, по экономическим вопросам. Потому что, ну, видите, Путин четко и ясно, подчеркивает, тут на полгода, да, вот все вот решения, все остальное. То есть Российская Федерация говорит, мы сделали шаг вперед, шаг за вами. И, конечно, они заинтересованы в том, чтобы было сбалансированное правительство, чтобы было нормальное парламентское большинство. И Молдову не шатало то влево, то вправо. И она все-таки выдерживала какой-то курс без НАТО, без каких-либо вот таких вот конфликтных ситуаций, которые могут дестабилизировать здесь ситуацию. Я благодарю вас, Валерий. Как думаете? Ну, вы всегда что-нибудь такое вот интересненькое нам рассказываете. Сегодня, во-первых, без анекдотов. Асу, по-моему, очень сообщили. А во-вторых, да, а во-вторых, вот какие-то вот факты, о которых мы не знаем. Правда, я по-доброму сейчас. Да нет, все, все прогнозируемо, все, что они говорили, там, они, по-моему, в коммунике и после переговоров все было. О чем мы можем говорить? Две страны. Конечно, то, что больше волнует нас. Понимаете? Потому что, я еще раз повторяю, это без обид, без... В России, конечно, Молдова не на первом месте в политике. У нас так получается, что внешнеполитический вектор играет очень большую роль, и благодаря нашим политикам, которые раскачали наше общество, да, и разделили, и натравили друг на друга. Хотя никогда такой вопрос не стоял. Европа у нас не в вес, нас не принимает обозримом будущем, да, вот, и как бы из-за чего народ дерется, тоже непонятно, но какое-то есть занятие. В то время, когда всех обчистили, все стоят без штанов, то как-то надо чем-то гордиться. Вот. Поэтому ничего такого страшного нет. Сегодня я читал интервью Канду, которое он отдал украинскому обозриму, украинское право, есть такая газета, европейская правда. Да. Она была коммунистическая, сейчас европейская правда. Да, хорошая такая газета. И Канду там тоже сказал то, под чем я готова подписаться. Да, мы хотим решить Россию и Приднестровский вопрос. Прекрасно, великолепно. Почему бы и нет, да. Мы хотим там, там, мы готовы, для ради решения проблемы Приднестровья, мы готовы сохранить свой нейтралитет. Не этого требует президент. Замечательно. Я прям вот тут... Мы готовы не вступать в военные блоки, в НАТО. Какой замечательный интервью, да. По-моему, это единственное, что может сейчас интересовать Россию, потому что Россия не хочет получить здесь, где проживает 10 тысяч граждан, где есть такие настроения, как Гагаузия и Приднестровья, получить конфликтную зону, которую могут использовать для того, чтобы ее вовлекать, втягивать в это противостояние. Мне это не нужно. Согласна. Уже нет давно в Кремле, можно успокоиться, интернационала тоже нет. Поэтому, вы знаете, наоборот, у нас с другой стороны прутак говорят о каких-то просоединениях и так далее. Меня это больше волнует, потому что я знаю великолепно, что ни России не нужен этот геморрой с расходами, ни Румыния его не потянет. Зачем тогда? Оставьте нас в покое и дайте нам спокойно, нормально дальше жить. Коль нам выпало, быть независимыми. Вот и все. Соглашусь, выпало. Спасибо. Вам слово. Я видел в разных соцсетях мнение некоторых наших правых политиков о том, что в Москве обсуждались на уровне, скажем, консультантов, экспертов вопросы разрешения Приднестровского конфликта. Это всегда вызывает бурный интерес, хотя так неофициально говорилось о том, что после поездки некоторых наших экспертов, наверное, которые связаны больше с Игорем Николаевичем, в первую очередь речь идет, скорее всего, о Василии Шове, после поездки в Вену, было там и Вашингтон указан, была вот сейчас поездка в Москве, где все вопросы, связанные с так называемым пакетом Додона, обсуждались. Не знаю, насколько это соответствует действительности, в нескольких словах, пакет Додона предполагает статус конфедерализации, там, федерализация, конфедерализация. На этот вопрос сейчас не отвечает. Мы несем полстраны, но никаких конфедераций, федераций. Я говорю о том, что было в этих соцсетях, потому что вы спросили... Главное же, мы не так называем. Господин Денецкий, нас спросили о том, что обсуждалось помимо официальных заявлений. Нет, я скажу, что президенты между собой обсуждали, да. У вас просто ссылка на соцсети. Это уже чересчур. Неинтересно, да. Из тех обсуждений, которые были там в кулуарах, причем, возможно, и сами президенты обсуждали, я вот нашел в соцсетях упоминание об этом, и это у правых и у центристов вызывает реакцию, потому что вот все эти планы, они не обязательно соответствуют. Вот вопрос нейтралитета еще куда бы ни шло, а разные другие моменты, связанные с вот этим пакетным соглашением, причем там есть и речь идет и о признании со стороны больших держав, ну, это всегда щепетильные моменты. И поэтому... Еще добавьте к этому один момент, я думаю, что вы со мной спорить не будете и меня поддержите на 100%. Это, конечно, конец унионизма. Есть решение Приднестровской проблемы, и я понимаю, почему правой партии сегодня с ума сходит по другому. Это подразумевается, потому что Приднестровье никогда не будет... Потому что если будет решен Приднестровский проблем, вопрос в единую... Приднестровье ставит частью Молдовы, Молдова станет нейтральной и получит этот пакет международный о том, что они будут поддерживать ее будущим независимым, если они границы, то это, конечно, ставит крест на унионизме. Я понимаю правой партии, они все порвут ради того, чтобы этого не случилось. Но они следят за... Да, и они скажут, вот я на коленях буду стоять перед Кремлем, чтобы Кремль сюда вторгся и все это дело поломать. То есть, когда говорят о русских танках, на самом деле думают, как бы хорошо. У меня есть господин Генбург, бегал, напугал до смерти ночью американского посла о том, что там танки заводят в Терраску. Так, у нас мало времени остается, но я все-таки не могу вас не спросить. Сегодня началась сессия парламента. Зачем? Ну, на этот вопрос, я думаю, вам ответят депутаты, которые будут принимать некоторые законы. Почему? Или не законы, а какие-то решения. Вот я скажу так, потому что я хотела бы напомнить, ну не для вас, конечно, для наших телезрителей, что парламент после того, как истек срок полномочий, не имеет права принимать ни органические законы, ни конституцию пересматривать. Да, тем более. Очень ограничены. Но тем не менее, в прессе сегодня появились некоторые данные о том, что же они будут рассматривать, для чего, собственно говоря, все это будет. Постановление заявлений и кадровые вопросы. Кадровые вопросы. Начнем с них. Они самые любимые, да? В плане, говорят, не знаю, назначение пятерых членов Админсовета Национального агентства по регулированию в энергетике. Важный вопрос. Пятерых. Сразу? Да. И генерального директора Национального агентства по разрешению споров. Вот это одна информация, которую я ее нашла. То есть... Не за этого собираешь? Нет. Еще один есть интересный вопрос. Мне кажется, это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. Кто будет... Кадровая политика. Кадры решают все. У нас есть кадровая политика. А вы что, не знали про это? По-первых, слышу. У нас, по-моему, Кумы и я страной управляют. Политика есть другой вопрос, как мы ее называем. Ну да. Это тоже правда. Кроме того, почему-то напомнили журналисты, что в парламенте зарегистрирован проект положения о публичном аудите технической помощи в ремонте здания администрации президента Молдовы. О, боже мой. Они турецкой стороне будут претензии? Давайте мы с вами поразмышляем, почему у нас такой подбор вот этого. Если это правда, конечно, потому что сегодня журналисты обсуждали. И к чему это, собственно, может привести? Ну... не работает с 30 ноября и не должен работать и принимать каких-либо решений. Полномочия этих людей истекли. Однозначно. Вот. И поэтому собираться и решать какие-то кадры вопрос, ну, во-первых, неэтично перед другим составом парламента, да, а, во-вторых, менять сразу, допустим, пять членов какого-то государственного органа, это неправильно. Это вот последняя попытка, видимо, правящего большинства и правительства. Они боятся потерять власть, они боятся, что могут победить социалисты, они боятся, что будет другое правительство, и поэтому им хотелось бы расставить сегодня своих людей на все важные участки, чтобы потом блокировать деятельность того социалистического правительства, которое может прийти в власти. Я этот вопрос рассматриваю именно с этой точки зрения, с точки зрения подготовки саботажа будущей деятельности будущего правительства. Спасибо. Господин Вичуряк. Ну, я несколько иначе, конечно же, смотрю. Мне кажется, что важно для демократической партии иметь эти назначения, так как они устанавливают своих людей в конце мандата, но это не из-за того, что они боятся чего-то там социалистов, это для того, чтобы укрепить свои позиции, тем более, что скоро наступит, скорее всего, период переговоров с разными политическими партиями, и демократическая партия хочет иметь сильные тылы для того, чтобы вступить в эти переговоры, для того, чтобы создать парламентское большинство после выборов. Судя по тому, какие у нас последние кадровые назначения, я думаю, что господин Чурев прав. Вот прав, не придерешься. С какими позициями придем на переговоры? Смотрите, у нас все наши. Мне больше всего понравился аудит турецких денег. Вот расскажите мне, как вы это видите. Мне очень поразили те люди, которые требуют отказаться от помощи Эрдогана в восстановлении дворца, которые подожгли и сожгли наши проевропейские силы, а потом приезжали из Брюсселя и заставляли президента никак их не наказывать. Давайте вспомним это, господин Солана. Ну, бог с ним. Я думаю, что если, чего нам стесняться турецких денег? Если посмотреть на наше телевидение каждый вечер, у нас впечатление такое, у нас уже много лет, десятилетиями, телевидение говорит только об одном, эти нам помогут, эти нам построят, эти нам садики покрасят, эти нам дороги построят, эти нам то-то-то. А с другой стороны, оппозиция говорит, украли миллиард, украли деньги из дорог, которые смыло вместе с снегом, украли там, украли там. И что получается у бедного, извините меня, телезрителя? Черчаторий, Хоций, Хоций и Черчаторий. Понимаете? Это дурдом. Вот. Если бы власть это понимала, что она творит вот с этим телевидением, да, и вот с этими, ну, как это можно говорить об этом, да? Ну, и с другой стороны, дай бог, я думаю, что они одумаются, скорее всего, в парламенте будет, будет заведено новое тимуровское движение, да, можно ли депутату рубить бабушке дрова, красить эти ворота, значит, самоложить плитку, вот я же говорила, что он что-то скажет. Это будет прекрасно, да? Я думаю, что депутаты должны взять тимуровский почин, носить в ведро, в воду и так далее. Ну, что не сделаешь за один месяц до выборов? И бабушкам, я даже дам бабушек, они мне звонят, и вот сегодня очень плачиваются о том, что их правительство грабило с этой пенсии, да, знаменитой, да, там 40 леи, я отобрал 200 сразу. Вот серьезно? Нет, ну вот, это не смех, это бабушки плачут, бабушка одна мне говорила по телефону, она готова себя обжечь керосином, я ей там еле уговаривал не делать этого, но потом правительство признало, что оказывается, бухгалтера напутали и так далее. Вот этим лучше бы занялись наши депутаты сегодня, а то как-то вот носить бабушке дрова и это вот, а потом вытащить с нее из пенсии три столей, она могла бы на эти деньги нанять кого-то, поколоть дрова, а поручить депутаты языки заниматься государственными проблемами. Да, чудны дела в нашей политике, но тем интереснее нам всегда о ней говорить, раз нам дают такие замечательные поводы, по крайней мере, у нас программы получаются интересные и яркие. умереть с голоду нам в нашей политике не дадут, за что им очень благодарны. Да, ну не знаю, как с голоду, но точно, что зрелище обеспечено. Политологи, журналисты, зрелище у нас обеспечено. Мы без работы не останемся, пока есть. Я не знаю, вы, наверное, хорошо сегодня отработали, потому что разные точки зрения, разные точки зрения, да, вот, предложили нашим телезрителям, я думаю, что они теперь сами сделают выводы и поймут, и, как бы, это решение будут воплощать в дальнейшем. Спасибо вам большое за то, что пришли. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин